Друзья, привет! Сегодня 18 октября, но мы разберем с вами статью вчерашнего дня, 17 октября, на тему уничтожения, по всей видимости, израильским спецназом одного из террористических деятелей, который был приближен к сирийскому президенту Башару Асаду. Давайте прочитаем заголовок, разберем, конечно же, текст, разберем глаголы и слова, которые мы можем получить из этих же корней, и в конце этого разбора будет очень важное заявление. Итак, поехали! Продолжаем! Матхат Асалах, שנора въедей целифим, въеду, шелияд Машдер-Шамс, была одна из демоистов, что гуисло въеде Ирана, въеду, 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 возле деревни Машдер-Шамс, кстати, деревня находится на территории Израиля у границы с Сирией на голландских высотах с северной части, А я Ахат Адмуйот являлся одной из личностей, можно так сказать, из персонажей Ше Гуй Су, которые были мобилизованы, а Леда Иран, ну это можно сказать, как и завербованы Ираном, для террористической деятельности Башетах на территории. Но имеется ввиду именно то, что непосредственно на деле, на территории, возле голландских высот, со стороны Сирии уже, возле границы. В Ливане утверждали, что за ликвидацию отвечает израильская сила. Сила имеется ввиду как спецназ, ну или спецназ, или в данном случае военная сила. От которых требовалось, по всей видимости от солдат. Провести разведслежку и скрыться, Леймалет это скрыться, при этом не оставив Блеляш Ир Ре Айот улик Ше Айю Гу Ре Рот, которые за собой бы повергли Дгувами Адит. Немедленную реакцию или немедленный ответ с их стороны. Теперь давайте разбирать с точки зрения иврита. Сейчас мы включим ручку и все у нас получится. И так, где у нас тут ручка? Вот у нас ручка. Ребята, слово Маакав от глагола Лааков. Лааков, бинян, пааль. Это следить за кем-либо. Слово Ахар или Ахарей это за. Лааков Ахарей. Лааков Ахарейвила. Это и следить. Кстати, в соцсетях это тоже в инстаграме. Follow, лааков, подписаться на кого-то. Цлифа, цлифа, снайперский выстрел от глагола. Лицлёв, лицлёв переводится как стрелять метко. Отсюда профессия. Цаляв, снайпер, цаляв, с этим же корнем. Хусаль, был ликвидирован кем-либо. Бинян, пуаль, корень хет, самих. Ламет, производный глагол. Ле, ха, сель. Ликвидировать, уничтожать. Бинян, пиэль. Отсюда слово Хисуль. Хисуль, ликвидация, уничтожение, которое будет позже написано. Паиль, террор. Слово Паиль, как прилагательное, это активный. Как существительное, это активист или деятель. Нора, был подстрелен. Бидей. Предлог бидей, это то же самое, как предлог. Аль, ядей, страдательного залоготворительного падежа. Кем был подстрелен. Тут написано снайперами, целяфим. Нора, это бинян, нефаль. Корень, ют, рейш. Гей, поэтому глагол стрелять, будет ли рот. Был подстрелен, это уже будет нора. Бинян, нефаль. То есть, из пааля в нефаль мы переходим. Гуйсу. Были завербованы. Были мобилизованы. От глагола легаес. Корень, гимель, ют. Самых бинян, пиэль. Отсюда производная страдательная форма. То есть, бинян, пуаль. Гиес, он мобилизовал. Гуяс, он был мобилизован. Пиэлют. От слова паиль. Если паиль это активист, то активность будет пиэлют. Если паиль это деятель, то деятельность будет пиэлют. Окончание ут равна окончанию ость русского языка. То есть, деятель, ность. Таану. В Ливане утверждали. От глагола литон утверждать и аргументировать. Литон бинян пааль. Корень, тет, айн, нун. Отсюда слово утверждение. Теана. Или претензия. Теана. Хисуль мы перевели. Нидраш. Кох израили. Шенидраш. То есть, военная сила имеется в виду. Военная группа или команда израильская, которая нидраш что-то сделать. Модальная форма глагола на русский мы переведем, от которой требовалось. Потому что у нас есть глагол лидрож. Требовать. Требоваться. Лидарэш. Бинян нифаль. Нидраш. В настоящем времени. Кехолонирэ. По всей видимости. Иногда говорят коротко конирэ. Ну, в разговорной речи. Так мы говорим кехолонирэ. Левацея. Выполнить. Исполнить. Исполнять. Бинян пиэль. Корень. Вецариайн. Отсюда слово бицуа. Исполнение чего-либо. Выполнение задачи, например. Отсюда слово мифца. Операция. Ну и акция в магазинах тоже. Маакав. Мы уже переводили. Лиималет. Лиималет это бинян нифаль. Скрыться. В прошедшем времени. Нимлят. Нифаль. Нимлят. Блиляшир. Без оставить. Ребята. Отрицательная идея причастия в аварите. Напоминаю. То есть. Не оставляя. Или не оставив. Совершенным видом. Или несовершенным. Не оставляя. Как скрыться. Дея причастия. Не оставляя. Наверите. Мы это говорим следующим образом. Без плюс инфинитив. То есть. Без оставить. Это не оставляя. Что не оставляя? Реа йот. Улики. Какие улики? Которые. Союз ше. Которые что? Которые. Айю горе рот. Которые. Сослагательное. Потащили бы за собой. Имеется ввиду. Повергли за собой. Немедленную дгуву. Дгува это. Это слово. Реакция. Теперь смотрите. Горы рот. Это тащат. Айю горы рот. Потащили бы. Повергли бы. Легрор. Тащить. Тащить физически. Тащить. Прямо тащить. Чтобы оно вот прям по полу, например, да, неслось. И на еврите грар это тягач. Почему грар называется тягач? Или тягач называется грар? Потому что он горе р. Он за собой тащит. Или на себе тащит машины. Слово дгува. Дгува. Реакция. Корень. Гув. И от этого корня мы получаем глагол отреагировать. Реагировать. В меня не филь. Ле. А. Гив. И да, вторая буква корня ВАВ просто выпадает из этого биньяна. Поэтому у нас есть только первая буква корня и третья. Получается вот такая короткая форма. Леагив. Да. Тут у нас немного отскакивает текст. Окей. Мы снова здесь. Вот, ребят. Миядит от слова мияд. Мияд это немедленно. Немедленно во времени. Поэтому миядит это сиюминутная, немедленная реакция. То есть имеется ввиду, что нужно было так чисто сработать, да, уничтожить, чтобы не было никаких улик. Нельзя было это свалить на Израиль. Чтобы не было какой-то публичности в этом деле. И ему бы не пришлось Асаду или сирийским силам или кому-либо так-то открыто теперь на это отвечать. Поэтому в этом плане все молчат сейчас. Да. Что я хотел заявить, ребят. Я хочу запустить проект, который будет тоже ежемесячной подпиской. Проект, который называется «Утренние новости». То есть, каждые два дня мы разбираем новости, выписываем оттуда. Я делаю для вас словарный запас. Таким образом, вы отрабатываете понимание услышанного, прочитанного. Это именно для тех, кто действительно хотят разбираться вот в таком иврите. Информационном иврите. Плюс, для участников этого проекта VIP будут доступны с этого момента ролики, которые не будут доступны обычным пользователям YouTube. С этого момента, ребят, многие ролики, именно онлайн уроки, будут теперь доступны только для VIP клиентов. Это не значит, что не будет контента. Конечно же, будут ролики на YouTube, но именно более длинные ролики. Прямо уроки с аннотациями совсем будут уже доступны для участников VIP группы. Насчет стоимости. Стоимость у меня точно такая же, как в тренажере иврита будет и в иврит на слух. 79 шекелей в месяц. Что этот проект вам даст? Ежедневную фактическую практику понимания прочитанного, разбор текстов, словарный запас, конечно же. Плюс видео уроки, которые будут присылаться только для участников этого проекта. Если кто-то из вас заинтересован, пишите в комментариях. Мне интересно узнать подробнее. На этом все. Всего доброго.